Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и я продолжаю свою рубрику, посвященную различным видам кидалов в World of Tanks. И сегодня, ребята, мы поговорим с вами про лотереи и розыгрыши в World of Tanks. Тем более, ребята, мне кажется, что сейчас это очень актуально, так как у многих вододелов стала появляться реклама подобных сайтов. Как всегда, ребята, я не буду говорить вам название этих сайтов и не буду, естественно, давать никаких ссылок, чтобы никто не посчитал этой косвенной рекламой. И кроме того, ребята, естественно, я не буду вам показывать сами сайты. Вообще, у меня была идея сделать такую реальную проверку подобных ресурсов. Не как это бывает, а реальную проверку, то есть с контрольной закупкой. Ну, во-первых, мне тупо жалко денег на это своих, да? Во-вторых, мне вдвойне жалко своих денег, потому что эти деньги, по сути, уйдут не тем людям, которым бы мне хотелось, да? Уж меньше всего бы мне хотелось, чтобы эти деньги ушли. И в-третьих, например, на одном из таких сайтов я прочитал лицензионное соглашение, в котором написано то, что мне тупо могут кинуть страйк на это видео за демонстрацию их сайта. Я проконсультировался с человеком грамотным, он сказал, что в принципе это возможно. То есть кинуть могут. Вряд ли удастся довести дело до конца, но шансы есть. Я не хочу ловить страйки на канал, и тем более это видео все равно удалят. То есть, соответственно, весь смысл теряется. Поэтому, друзья, никакой конкретики не будет. Каждый, кто с мозгами дружит, он поймет, про какие сайты идет речь. А если не поймет, то, ребята, оно и к лучшему. Суть, ребята, подобных сайтов примерно как и в рулетках. Просто завернули в новую обертку. Для чего это делается? По очень простой причине. Сейчас рулетки уже всех достали. Их очень много, их все рекламируют. И у многих людей уже сформировалось, ну, какое-то отторожение. Естественно, люди пытаются придумать какой-то аналог, который бы выглядел свежо. И обеспечил бы приток новых желающих попытать удачу, скажем так. И несмотря на то, что суть осталась прежней, говорю еще раз, обертка слегонца изменилась. В частности, на одном из таких сайтов нам предлагают пополнить баланс, да, купить, скажем так, билеты и поучаствовать в розыгрыше, который проходит раз в определенное время. Чем больше, причем, билетов ты купил, тем больше шансов что-то выиграть. Каждый билет стоит около 90 рублей. По окончанию времени происходит розыгрыш, после чего ты получаешь какой-то приз. Естественно, как и во всех подобных местах, без приза совсем ты не останешься. То есть, что-то тебе, естественно, перепадет. Но несложно догадаться, что, скорее всего, ценность, скажем так, вот этого выигрыша будет гораздо меньше, чем ты потратил туда денег. Если кто-то хочет поспорить с этим утверждением, я приведу еще раз пример, главное самое правило. Владельцы таких сайтов, они всегда в плюсе. Если бы данная лотерея была абсолютно честная на 100%, то в этом случае владелец был бы, ну, если не в минусе, то играл бы в ноль. Раз существует такой сайт, раз есть человек, который не жалеет своего времени, чтобы этим заниматься. Не забывайте, друзья, то, что сайт нужно нарисовать, сделать, все это прописать, да, там, ну, в целом, как бы, то есть, потратить на это ресурсы и время. Нужно оплатить домен, на котором этот сайт, собственно говоря, находится. Ну, и просто банально, ни один человек не будет заниматься такой херней бесплатно. Соответственно, владелец всегда в плюсе. Если он в плюсе, данный розыгрыш, он уже не может быть честным. Просто потому, что в сумме своей желающие поиграть отдают денег больше, чем получают. И мне кажется, этого уже достаточно, чтобы понять, что здесь все изначально настроено против игрока. Кроме того, при внесении средств ты автоматически подписываешь, скажем так, пользовательское соглашение, которое присутствует, например, на одном из самых крупных подобных сайтов. Естественно, пользовательское соглашение никто и никогда в наше время вообще не читает. У нас люди документы, перед тем, как подписывать, давно уже не читают. Я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что мне дают подписать какую-то бумагу, и я беру ее и начинаю ее читать. И на меня смотрят, как на идиота. Типа, вы что, собрались читать это? Я говорю, естественно, я, блядь, подписываю документ, естественно, я буду его читать. То есть люди даже документы не читают, перед тем, как подписать, а уж лицензионные-то соглашения в играх или на каких-то сайтах. Вспомните, когда вы последний раз это читали. Но я-то прочитал, ребят, в силу своей, скажем так, врожденной подозрительности, да. И то, что я там увидел, это, во-первых, длиннющая портянка. Просто длиннющая. В нее внесено тупо все. Она специально написана так, чтобы ее не хотелось читать. То есть, глядя на нее, у тебя сразу пропадает всякое желание с ней знакомиться. И это, еще раз говорю, сделано специально. Куда внесено куча лишних пунктов, которые здесь нахер не нужны вообще и так далее. Просто для того, чтобы ты как посмотрел на эти там, да, там 8-10 страниц А4 формата мелким шрифтом. И ты просто понимал, что да ну его нахер, там вряд ли что-то такое серьезное, и дай-ка я подпишу. А, естественно, ребят, там серьезно. Например, как я сказал, там есть пункт о том, что за публикацию данных графических и текстовых элементов сайта могут быть, ну, проблемы с авторскими правами. То есть, потому что права принадлежатся разработчикам этого сайта, создателям. То есть, если бы я это не прочитал, я бы мог словить просто тупо страйк на свой канал. Это, согласитесь, очень неприятно. Кроме того, здесь есть куча пунктов о каких-то условиях конкурса, где все прописано крайне-крайне размыто. Я не буду зачитывать конкретно, но каждый желающий из вас, ребята, может самостоятельно это сделать. Все очень размыто, никакой конкретики. Написано, что вроде как бы администрация сайта что-то и гарантирует, но, опять-таки говорю, ничего конкретного. Не описан ни принцип работы этих конкурсов, ни какой-то там рандомайзер, да. То есть, просто вот что да, у нас вот так вот, да, мы обязуемся выплатить там минимум 20% там и так далее. То есть, как бы вот такая вот херня. И, естественно, самое интересное это в конце, где идут ограничения ответственности. Где огромное количество пунктов, по которым администрация не несет ответственности ни за что абсолютно, вообще. То есть, например, за исполнение вообще этих обязательств, задержки и исполнение их в срок. За перебои в работе всей этой херни, за какие-то технические сбои, за даже, есть такой пункт, за ущерб вашему компьютеру, который может быть нанесен этой херней. Администрация также не несет ответственности за сохранность ваших персональных данных, то есть, которые, например, вы вводите. То есть, там нужно логиниться через Wargaming ID этот самый, да. Ничего подобного. Написано, администрация не несет. Понятно, что вряд ли там кто-то ворует аккаунты, там деньги слишком большие вертятся, чтобы так подставляться, да. Но сам факт, что логини на каком-то левом сайте, все равно могут что-то у вас спереть запросто. И администрация не несет никакой ответственности. И если вы приняли данное лицензионное соглашение, вы автоматически со всем этим согласны. Если у вас скоммунизмит аккаунт, жаловаться будет некому. Также, естественно, в данном соглашении присутствуют пункты, по которым его могут менять в процессе, да. То есть, оно может быть сегодня такое, а завтра другое, и никто никого не обязан извещать ни в чем. То есть, полностью развязаны руки у владельцев этого сайта и подобных других сайтов. Они могут делать, что захотят. И если вы подписали данное лицензионное соглашение, вы уже встали в пузу пьющего оленя. В общем, ребята, я дальше не вижу смысла подробно обсасывать эту тему. Поскольку, да, это вроде как бы немножко отличающаяся фигня от рулеток. Но суть-то та же, на самом деле. Просто немножечко изменилась обертка, скажем так. И слишком много уделять этому времени я не вижу большого смысла. Хочу просто вам напомнить, ребята, то что... Если вы собрались играть на подобных ресурсах, вы должны понимать, что в выигрыше всегда остается только один человек. Это хозяин этого ресурса. Все остальные туда заходят только с одной целью. Чтобы дать ему свои деньги. И то, что кто-то из вас, возможно, где-то выиграл. Ну, естественно, ребята, если бы на этих сайтах вообще никто никогда не выигрывал, это бы очень быстро распалилось. Естественно, кто-то когда-то побеждает. Но в сумме проигрывают люди там денег больше, чем выигрывают. Я надеюсь, это всем понятно. И если вы пошли туда со своими деньгами, вы должны понимать то, что... Этот сайт создан не для того, чтобы вы получили свой халявный танчик. А для того, чтобы вы отдали свои деньги. И как заключение я хотел бы обратиться к компании Wargaming. Все-таки серия вот этих моих роликов, она набирает просмотры. И я знаю, что компания Wargaming в курсе про эти видео. Ребята, дорогие мои, может быть, вы что-нибудь сделаете уже с этими сайтами? Нет, ну, серьезно. Если уж не с позиции, скажем так, правовой какой-то, ну, эти же люди просто деньги у вас тупо воруют. Вы как бы сделаете что-то с ними, надо закрывать все это. Серьезно, сколько можно-то уже? Я понимаю, там в CSGO, да, у них свой рынок, там, ну, другая тема, там, есть передача имущества и так далее. Ну, у вас-то, у вас просто тупо, у вас тырят бабло на донатах, и вы как-то не паритесь по этому поводу, я не знаю. Что-то сделайте, пожалуйста, с этим. На этом, ребята, наверное, все. Напоминаю то, что очень буду благодарен вам, если вы поставите лайк под этим видео, в случае, если он вам понравился. А также поделитесь им в социальных сетях со своими друзьями. Чем больше людей увидят подобные ролики, тем меньше будет пострадавших от подобных сайтов. Также пишите какие-то комментарии, если с вами что-то такое случалось. Раз вы где-то вливали свое бабло, да, и вас где-то кидали, обязательно тоже пишите. Если у вас есть какие-то еще примеры, случаи какого-то разводника, то пишите мне в личку ВКонтакте. Ссылка на группу ВКонтакте в описании, там есть все. Или на почту, ее можно найти в сведениях о канале. Также, естественно, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить свежие ролики. И вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании, там бывает много интересного. Всем до скорого, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok